Маяк Нескучный вечер, мы начинаем А гости где? По черной горе под светом звезд Нас полнит ветер, вышибая из гнезд Дороги давят судьбу, которой ты не искал Уйдут на крыльях, на реве гитар Солю рассветную, словно пожар Сто семьдесят копы на поводе одетых металл Скажи все это, зачем тебе, детка? Но раз решила, держи меня крепко Я тормозом отпускаю свой трос На каждый первый вопрос С пустым карманом дружу, живу на износ Я знаю, все мы сорвались с цепей Стоим на правде, и я на своей Считаю шрамами жизнь и пью за грузей В судьбе у каждого отмерен свой срок Мы не считаем километры дорог Нас греет в сердце огонь, пока не лопнет струна Мотора в ярости звериный оскал С маршем сметая осколки зеркал Несет свободу в себе на все времена Скажи все это, зачем тебе, детка? Но раз решила, держи меня крепко Я тормозом отпускаю свой трос На каждый первый вопрос С пустым карманом дружу, живу на износ Я знаю, все мы сорвались с цепей Стоим на правде, и я на своей Считаю шрамами жизнь и пью за друзей ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажи все это Мне кажется, я уже достаю из шкафа свою косуху И сажусь на Харлей и еду Еду, 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 еду Куда-то еду На Урал, патриотично, на Урал Хорошо, хорошо Друзья, Харлей тут все Харлей тут Понавезут ваши американцы А с нами сегодня прибывает, что, пятница? Музыкальный, музыкальный нескучный вечер Юлия Содикова Максим Амедов А этот нескучный вечер необычный сегодня Потому что, да, волшебный Ну, нет, не волшебный Он вроде как обычный день недели, да, ничего особенного Но особенный у нас сегодня гость Известный музыкант, российский мэтр, да, русского рока Почему нет, а почему нет? Волшебник просто рока Волшебник от русского рока Илья Кнабенгов сегодня у нас в гостях Вокалист рок-группы «Пилот» Привет! Привет! Юханг, мальчишки, девчонки Намасте, братья и сестры А вот я на вашем английском не понимаю вообще О, это все, да, это бусурманские всякие Я так выпендриваюсь, выпендриваюсь Ну, прилетел Ставрополь Как он тебе? Первый вопрос, конечно же, хочет задать Самый благоустроенный город России Я уже, да, услышал, что это Ставрополь занял первое место, да, в прошлом году По благоустроенности Да, и не только Да, но при этом это единственный город, где люди сказали Почему так дорого билет? Как-то здесь не сходится благоустроенность Вот, но хотя, ты знаешь, город мне очень понравился Мы сейчас проехались по нему Очень комфортно, уютно Меня поразило огромное количество людей, гуляющих по улицам Вот, как-то вот фонтанчики, все, как-то вот здесь можно посидеть Тут прогуляться Здесь, как говорится, девушку под дерево темное утащить То есть для всего есть хорошие места И очень люди такие, знаешь, мне кажется, очень открыто, добродушные, хорошие Ты уже наметил программу, куда ты хочешь сходить, что посмотреть? Ну, у нас есть гид местный, я надеюсь, что он все знает, как говорится Все покажет Пока что мне очень понравилось место какое-то Такая высота, с которого видна, видимо, старая часть города А там солдат был? Солдата я не видел, но видел рельсы И это такое волшебное, странное такое место Как вот рельсы на горе, обрыв и город, ну, такой ничего себе Какая фантастика вообще Слушай, я не понимаю сейчас, о чем идет речь Вот видишь, волшебник сразу Волшебник сразу сходу находит волшебные места Я знаю, что ты из Питера И вот, кстати, часто Ставрополь называют Маленьким Питером Похож ли он? Ни капли вообще Странно, Юль, почему так называют? Слышала, так говорят? Может быть Честно, нет Опять стыдно признаться Может быть из-за погоды, я не знаю, но Дождливая Максим, я, конечно, возьму на себя Ну, я наверняка думаю, что ты никогда не был в психиатрической клинике Знаешь, был Ты не поверишь, был Был, правда Да, в нашей Ставропольской я был Ну, по работе, конечно, но был Вот видишь, а вот если бы кто-нибудь был бы пациентом, вот там Он бы сразу понял, на что похож Питер То есть Ставрополь на психушку совершенно не похож, а Питер сразу напоминает А в Ставрополе был ли уже, либо в первый раз? Мы пытались приехать, насколько я понимаю Не помню уже в каком году мы хотели приехать группой пилот Насколько я понимаю, нам не очень это удалось В силу того, что, видимо, приближенность к хорошей погоде, к солнышку и, так сказать, к югу Да, людей настраивает на другой лад, на другой настрой, настроение Им больше нравится танцевальная музыка, да, легкая какая-то, развлекательная А группа пилот никогда не была развлекательной группой, да, ансамблем Мы все-таки старались продолжать древнюю традицию пилигримов То есть нести со сцены какое-то древнее знание, да, какие-то вещи, которые нужны людям для души Для разума, для нравственности, для того, чтобы поддерживать в них силы жить и поступать как-то правильно в жизни Поэтому вот все такие вот вещи, ну, люди не хотят об этом задуматься, когда светит солнце и портвейн греется рядом в песке Еще такой вопрос, к нам довольно часто приезжают разные звезды, и российская эстрада, и рок-эстра Кто? Вот я хотел очень... Битва, пожалуйста Ну, ты прям дал, во-первых, это, конечно, ну, рок с натяжкой, а во-вторых, это все-таки группа такая, знаешь, первого эшелона, я бы сказал, с такой стадионом Ну, хорошо, Ария была в этой студии Была-была, помню Вот Юля проводила этот эфир Это уже странно Вот, я к чему? Обычно они собирают, ну, если не стадионы, то хотя бы клубы или концертные залы Вот вы решили квартирник устроить, почему такой формат выбрал? Это была инициатива организаторов, потому что очень много лет я езжу, ну, мы из группы, конечно, ездим по всей стране, от запада до востока Объезжаем всю нашу необъятную раз в год Ну, а я, когда есть в свободное время, езжу с квартирными концертами, да, тоже стараюсь сохранять такую традицию, очень старую, такую именно российскую, квартирных концертов И очень много лет я ездил в Ростов и Краснодар У меня уже сложились там очень много друзей, связей, организаторы уже какие-то такие стабильные появились в этом плане Вот, и Женя, вот, Махматская, которая очень много лет делала квартирники в Ростове, она вдруг сказала, вот у меня есть желание сделать это в Ставрополе Несколько лет она ходила, обдумывала этот момент, эту идею, и вдруг она вот решилась Я ей, ну, то есть, как бы, мой импресарио, да, ей честно сказал, что Женя, ну, фиг знает, в общем, мы даже с группой сюда приехать не смогли, да, как-то, потому что тут с рок-н-роллом не очень Она говорит, нет, я вот хочу вот до людей донести, вот, чтобы они это услышали, все, я говорю, ну, окей, мы только рады А вообще формат квартирников, он по стране, вот, может быть, в других городах, регионах, он пользуется популярностью? Конечно, конечно, очень большой причем, да Это ты с артистом, камерность такая? Во-первых, это действительно, это возможность в первую очередь пообщаться с артистом Мы даже буквально месяц назад выпустили в интернет фильм об этом, мы сняли об этом документальный фильм Режиссер, у нас Сергей Шобухов помогал это все сделать, журналисты телеканала, дом питерского И сделали прям полновесный, более чем часовой фильм про историю традиции от квартирников Ну, на моем примере, да, грубо говоря, где рассказывается вся история в России, квартир, как это проходит, съемки там и все такое И там говорится тоже одна из фраз, это вот важное, что это в первую очередь не концерт, а именно возможность пообщаться лично То есть пошутить, мытягнуться, обсудить политику, обложить, не знаю, там, как говорится Кого-нибудь, чем-нибудь Ну, как всегда, царя ментов Как же попеть вместе, хором? Нет, ты знаешь, у нас есть правила определенные, потому что это мешает людям Да, мы, во-первых, у нас запрещен алкоголь в любом виде Мы сразу разворачиваем даже поддатых людей, даже вот слегка Не с собой, не в себе, да, как говорится Не с собой, не в себе, да, мы сразу разворачиваем на входе и все, и до свидания Вот, у нас это с этим строго И подпевать я сразу людям говорю, что не надо, потому что другим людям, которые слышат песни впервые Таких тоже бывает много, это просто мешает воспринимать Все-таки это не посиделка у костра, да Но между песнями, пожалуйста, иногда даже гости залезают на стул, читают стихи Вот, гитару я свою не даю, но могу позволить залезть на свой стул и прочесть собственное сочинение стихотворения Вот, болтаем, всякие разные истории рассказываем, шутим, анекдоты травим В общем, это все очень весело Ты сказал, что ты опасался устраивать у нас в городе квартирник, потому что люди далеки от рока Вот это меня, кстати, фраза задела, у меня тоже есть вопросы к ней Ты сказал, что рок-н-ролл в Ставрополе слабоват, да, как-то такая формулировочка Я не говорю, что по-живому Вот, смотри, заделась Мне просто интересно, вопрос такой, немножко не по теме, но Каких ставропольских артистов ты знаешь? Вообще никаких Так, никаких, ровнее Нет, знаешь, вру, но просто я сейчас имя не вспомню, название Но мы же 10 лет, даже больше 10 лет проводим группа-пилот Проводит конкурс, называется «Рок с подворотин» Мы поддерживаем молодых музыкантов, молодых исполнителей, группы и так далее И у нас пара групп из Ставрополя, я помню, присылали свои записи Вот не вспомню сейчас название сходу, к сожалению Группа «Градусы» Знаю такую Ставропольские парни Ух ты Да, все из Ставрополя Кто-то вот с ними даже учился в одном классе, в первой школе в нашей Ну это как-то просто по творчеству немножко мимо меня Но все равно Но все равно Гитарист Лепса Ставропольский Это вообще не наша дату Не двое Хотя, уважаемый музыкант Дима Ассаранча, а не слышал никогда про такого? Вообще никогда не слышал Серьезно? Ты говоришь Буржанг это разные Ну да Как бы Ну кто знает Слушай, иногда прямо есть такие, как это я называю, выдвиженцы Которые прямо гремят по всей стране Ну, во-первых, никогда не поздно Я так понимаю, что вот город воспрял Он сейчас ширится, фуфырится Фуфырится Да, расти, так сказать Потрясать его уже мускулами и так далее Все будет красиво, хорошо Глядишь, и ситуация исправится Хочется поговорить еще о творчестве Недавно вышел альбом у вас В январе, если не ошибаюсь Пандора Да Все верно Какие ожидания на него возлагали? Оправдали ли они себя? Выстрелил? Либо наоборот? Ну, так Скажи, очень смешно получилось с альбомом Во-первых, он второй, наверное, такой по тяжести Да, он очень тяжелый по музыке Достаточно Вот песня байкерская Не с него? Нет, не с него С Пандорой я, слава богу, тебе ничего не дал в эфир Почему? Слава богу Ну, потому что люди бы вообще испугались бы И сказали бы, бог ты, бог Тяжелый, реально тяжелый Да, потому что группа пилот, она все-таки издала За 20 лет существования Издала 16 пластинок И они все очень разные по музыке Потому что каждая пластинка посвящена определенной тематике И там есть пластинки прям дворовые Такой, знаете, около шансона авторской песни Есть песни прям в басанове, в такой пляжной Вот, есть классический рок, есть блюзы Очень распространен Вплоть до замогильного, там, скоростного Спит, там, хардкор, металла Ничего себе Да И Пандора, она достаточно очень тяжелая Она в ней альтернативной музыки много Такой, всякий тяжелый И очень тяжелая по текстам Она посвящена социальной тематике защиты детей Вот поэтому тексты агрессивные Это агрессивный альбом в основном Они агрессивные с точки зрения кого? Ну, то есть, кто рассказывает эту историю? Ну, тут ситуация такая Понимаешь, когда у меня у самого родилась дочь Я стал обращать внимание на детей окружающих Да, очень много Вот, и я неожиданно понял, что мы взрослые, да Сами выстраиваем вокруг вот этот вот адский мир, да Вот ненадежности, вранья вот этого вот, ну, скользкого Вот этого вот коррупции, да, воровства Вот лжи всякой, вот этой похоти А мы сами его таким делаем А потом нашим детям начинаем врать, что мир прекрасен Вот эти розовые феи, знаешь, там Микки Маусы, там Гномики Гномики, там все хорошо, там эти замки на песке И они вот живут с счастливой улыбки, знаешь, такой Счастливым детством, до 13 лет, до 12 А потом они сталкиваются с тем, что мир, то есть, родители им лгали 12 лет Вот, и у них происходит дикий стресс и перелом в психике А как нужно с самого начала говорить, что дети Все не очень хорошо Во-первых, нужно честно, одно из правил, я вообще вот 8 лет преподаю очень древнее ведическое знание Читаю лекции по этому вопросу по всей стране И одно из правил воспитания детей гласит, что детям никогда нельзя врать То есть, детям нужно говорить правду На их детском уровне, не надо им говорить правду матку Про откуда рождаются дети, да, сразу предоставляя иллюстрацию Камасутры Да, но нужно говорить правду То есть, не то, что там аист принес или в капусте тебя нашли А сказать, что ты из мам появился То есть, маме тебя Бог подарил То есть, говорить какие-то правильные вещи, ну, на их уровне детском Им достаточно, но врать нельзя Поэтому нужно сразу ребенку объяснять, что не все люди хорошие Не все добрые и сознательные Что в мире есть люди плохие Да, их мало, но они есть Их надо опасаться, как хищники Приводить пример в природе Тоже хищников мало, но они очень опасны Их надо опасаться Не надо иметь с ними дело Обходи их точно так же и людей плохих И так далее, и так далее То есть, говорить правду То есть, в итоге, рассказчик этого альбома ты? Или я к чему задаю вопрос? Есть вот многие группы Вот, да, мы возьмем тех же самых Pink Floyd, да Dark Side of the Moon, отличный альбом И у него есть вот Он связан, все песни связаны, да Одна перетекает из другой По смыслу, по музыке Здесь как? В Пандоре У нас были такие пластинки, да, несколько даже Вот, как раз о том, о чем ты говоришь То есть, они связаны между собой Даже музыкальными такими вставками Со стихами иногда То есть, у нас есть такие пластинки Их, по-моему, четыре штуки таких Прямо связанные повести Но здесь нет, это просто Пандора, это Я уж не помню, 13 или 14 треков Или 16 Я уж, простите, забыл Да, очень много Мы столько песен насочиняли Там порядка 300 за все годы Вот, но песни просто подобраны В определенной тематике все Они связаны между собой Именно темой Между ними там вот нет Каких-то переходов Таких вот прям Но каждая из них В какой-то аспект Рассматривает вот это вот Неприятие Вот это вот, ну, скажем Радикальная разница Между детским вот этим розовым миром Да, доброты, ласки, нежности И так далее Материнство и всего Что окружает ребенка в детстве И вот это ужас Вот это яма ужасов Которые он шагает в 12-13 лет И главное С осознанием того Что ему придется в этом аду Прожить всю оставшуюся жизнь А он-то не подготовлен Вообще не подготовлен Мало того, что не подготовлен Но потом ребенок просто всю жизнь живет Как озлобленный хищник Потому что он понимает Что он попал в ад Что все друг другу врут Вот Все обманывают друг друга То есть там Все не так Никто ему задаром ничего не сделает За все надо платить И так далее То есть, ну, вот это вот адская фигня Какие еще социальные темы Вот вы в своем творчестве поднимаете? Самые различные Самые различные Ну Такие самые острые, может быть, назовешь? Ну, например Ну, не знаю Меня очень сильно удручает Низкий культурный уровень Вообще Людей Российской Федерации Хотя, я говорю Я очень люблю Как бы нашу страну Я считаю ее великой Потрясающей Неповторимой И очень богатой Именно на культуру На межнациональность И все вещи То есть, ну, нет такого Ничего Она уникальна в мире Действительно Но при этом Вот этот чрезвычайно низкий Варварский уровень Культуры Воспитания Этики Нравственности Морали в стране Меня удручает Потому что это все похоже На какой-то ужасный зоопарк Вот Это мало И вот следующий вопрос По твоему мнению С чем это связано? Ну, знаешь Это долго было связано С тем, что Люди нарушают Элементарные принципы Они не изучают Опять же К сожалению Придется к этому вернуться Они не изучают Древнего знания Они не слушают мудрецов Мудрецы всегда говорили Что правитель Должен быть Принадлежать К определенной Природе разума Врожденный Его не должны Выбирать люди Он должен быть Воспитан с детства Правитель страны Он должен быть воином Он должен быть праведным Потому что Какой правитель Такой и вся страна То есть Все повторяют Что делает главный парень На деревне Повторяет вся страна Грубо говоря Посмотри на страну И ты поймешь Кто ей правит И точно так же Как посмотри на публику И ты все поймешь Об артисте Каждый артист Достоин своей публики Здесь то же самое Поэтому Как только приходит Праведный человек Управлять страной С правильными идеями Увлекающий за собой Вдохновляющий Подающий пример Праведности Вся страна Начинает этому следовать И все преступники Начинают дрожать Перед ним Потому что Это праведность Это свет И как бы Это действительно Божий Ну как бы От Бога Ставленник А когда Воры сидят Да и урки Бывшие бандиты Эти с 90-х Все управляющие Кресла заняли Так конечно Страной правят урки И все начинают воровать И все друг другу На лапу тянут И никто честно Нет понятия чести Нравственности И морали в стране Этого не может быть Потому что пример Какой пример Так и все и делают Я заслушался Честно говоря Илья Очень 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 интересно На самом деле И все это Вкладываешь в песни Да конечно И гораздо В общем Гораздо больше Ну представляешь Сколько мы там Зафигачили За 16 альбомов Всего вот этого Так хочется послушать Вот кстати Следующая песня Будет Дожди Какой альбом Расскажи немного о ней Что за песня О чем Ты прямо на повал Меня бьешь О кстати Дожди Дожди Это единственная Спокойная песня Это пилот Либо это Это пилот Это пилот Хорошо Мы все пластинки Сейчас выпускаем Под эгидой Группы пилот То есть под одним Лейблом Друзья Группа пилот На маяке Песня дожди Это нескучный вечер Буквально 5 минут И мы вернемся Маяк Максим Ты куда? Я лечу Куда летишь? Ставропольский ветер Подхватил Вот и лечу Нескучный вечер Прилетели Музыка В небе стальном Ленинградском Крыла кораблей Плавный взмах Сквозь слезы дождя Смотри там, где я Темных улиц Пейзаж в сентябрях На самое дно Сердце моего Загляни, Господь Расскажи всем О том, кто там спит Не хочу делать вид Что я в плане твоем И что там за окном Того я не забыт Дождями летит Чаще звонит Домой Ритмом в груди Я все еще с тобой Облака не мешают солнцу светить Лишь скрывая от нас его свет Сколько песен умрет Что я услышал от Бога Записать поленившись Записать поленившись в ответ Мне снится ночами Смех мамы и папы Дождями смывает Дыши Ногтями на стенах Песни пиши На подушке Слюнями стихи Дождями летит Дождями летит Чаще звонит Домой Домой Ритмом в груди Я все еще с тобой Где-то дожди Но в Ставрополе точно нет Это не про нас Потому что у нас здесь У нас здесь солнышко светит У нас здесь Группа пилот Илья Кнабернгов Сегодня у нас в студии Снова привет Привет-привет Привет-привет Еще раз тебе Хочется поговорить о творчестве И у меня очень много Риторических Немного вопросов будет Вот Многие Думал так выбрал по списку Хочется побольше вопросов Позадавать Ладно Некоторые музыканты Вот они Когда работают над альбомом Они хотят его сделать Вот максимально другим Отличным от предыдущих Например Вот мой любимый исполнитель Бэк Может быть слышал такого Обожаю его Взять этот трек Взять альбом Morning Face Который он вообще В кантре сделал В фолк музыке Взять последний Он его сделал Танцевальным электроном То есть вообще Совсем разные И взять ACDC Которые Шутка была даже 50 Это одно и то же Одну песню У вас как? Я над этим не задумываюсь Честно говоря Ну просто я такой человек Знаешь Я не люблю Одну и ту же гречку Есть каждый день Мне вот надоедает Правда Поэтому творчество Для меня это выражение Свободы Я почему вот очень рад И счастлив Что я выбрал эту профессию А для меня все-таки Работа на сцене Да Работа в группе Это профессия То есть я зарабатываю этим На хлеб Да На своих детей Кормлю и так далее Что здесь я могу Делать что угодно Не оборачиваюсь Ни на мнения Да Какие-то То есть Мне всегда было Ну в общем-то Все равно Что обо мне думают Да Там что думают О моих песнях О моем творчестве Слава богу Что никому это нравится Да И кто-то приходит На концерт Я очень рад Что Господь так устроил Что я могу на это жить То есть я абсолютно По этому поводу счастлив Но что-то Специально напрягаться Грубо говоря Спускаться до Ублажать публику Да Я никогда не делал этого И не намерен делать в будущем Потому что Мне скорее хочется Просто дотянуть людей Да До определенных вещей Нежели Я понимаю Что если я выпущу тетку С четвертым размером В одних трусах Да В тоненьких там На сцену Которая будет там Крутить Понимаешь Грудями Вот И петь какой-нибудь Матюги семиэтажной Да Я тут сразу сейчас Собирать стадион Это начну Понимаешь Какая-то самбука была Ну понятно То есть Я То есть Все понятно Что людям надо Да Хлеба и зрелищ Понимаешь Там баба водка Гармон и лосось Да Но мне Понимаешь Мне совесть Не позволяет Русского человека Спускаться до этого всего То есть Я все-таки Чту вот Честь русского человека Русского мужика Мне честь Не позволяет До этого спуститься Понимаешь Через совесть Переступить Вот через все Свои моральные принципы И не через то За что Мужчину называют Мужчиной Я считаю Что не должен Мужчина это делать Понимаешь Вот вставать на колени Вилять хвостом Понимаешь Там Слюнями И сходить Понимаешь До денег До популярности До известности Вот это все Присмыкаться Как там ящерица Не должен быть Змеей Мужчина должен быть мужчин На него должны равняться Он должен быть примером И в семье И на улице И везде И в этом всегда было Величие русского мужчины Просто У нас сейчас Об этом очень сильно Все забыли К сожалению Но хоть кто-то Должен же им напоминать Что так должно быть Просто у меня не осталось Больше вопросов Ответил до конца У меня остался вопрос Пока мы слушали Прекрасную песню Мы немножко поговорили Насчет разных музыкантов Разные жанры Их отношения К поклонникам Вот лично я замечаю Что Рок-музыканты Они более открытые Позитивные Всегда идут на контакт С людьми А вот что касается Извиняюсь Если кого-то обижаю Папсы Или рэпа То все Тут куча охраны Все Все огорожено Да даже к нам На эфир приходил Вот Мне просто Бракетно так Вот прям прямо Навекать Я в лоб Слушай Ну знаешь Я бы не сказал Что есть такая Радикальная разница Но люди везде Разные есть Во всех В любых странах Национальностях Стилях музыки И так далее Мы замечательно Я помню Пили коньяк С группой Мираж В аэропорту Да Мы параллельно С ним ехали Четыре города И я помню Как мы ночью ждали Самолет Четыре часа Вместе с ними И такую поляну На полу разложили Такие милые Они все Оказались Такие славные Офигенные Вот Еще с кем-то Я помню Мы встречались Из поп-артистов Замечательных Ну Это все От человека Зависит Когда человек Знаешь И в рок-музыке Тоже знаешь Своих придурков Хватает Знаешь На пафосе Вот на этих На понтах На пальцах Которые себя Что-то пытаются Пижонить Строить Мне просто кажется Знаешь Что это дети То есть это люди Дети Которые играют Они игрались Да Они просто играются В это У них нету Истинной цели Зачем они на сцену вышли Они вышли Вот повертеть Какой вот я прикольный Не знаю Это я всем называю Знаешь Все их желания Сходят Мы это называем Три Б Бабы, бухло и бабло Ну это бандерлоги Это не люди Вот Ну есть такие везде А цель деньги Ты сейчас назвал Разве Нет Понимаешь Я считаю Что деньги Это прекрасно Да И праведный Добрый человек Он должен быть Ну как бы обеспечен Это нормально Но деньги Это инструмент И если он попадает В руки хорошего человека Да Это как лопата То есть хороший человек Лопатой сад посадит Да Как бы деревья плодовые И других еще накормит А плохой человек Этой лопатой Настучит Подворотник Кому-нибудь по голове Да С понимаешь Да И обокну Будет Значит деньги Значит заберет Поэтому И то же самое деньги Когда они попадают В руки праведного человека Хорошего Да То есть За него все радуются Вот в чем разница Понимаешь Когда праведному человеку Достается что-то по жизни хорошее Хороший дом Да Жена Дети Богатство Все за него радуются И все счастливы А когда все это попадает В руки неправедного человека Да Хороший дом Там Обеспеченность И так далее То все В его спину Шлют проклятие И долго ли он С этими проклятиями Его род Его семья проживет Ты представишь Это проклятие будет На его детях На его жене На той матери Которая его родила Понимаешь На его отце Этот позор будет И все его проклинают И все ему завидуют И все его ненавидят И вот он живет За пятиметровым забором В своем Пятиэтажном особняке Закрытый от всех И не может выйти в люди Только с охраной Потому что все его ненавидят А правильному человеку Никто не завидует Все рады Что он это получил В этом и разница Я готов слушать тебя Бесконечно На самом деле Я слышал за эфиром Вы еще затронули Такой момент Краудфандинг То есть собирали на Пандору С миру по нитке Да С миру по нитке С переведи А то не все знают Да То есть Расскажу нашим слушателям Которые не знают Что это То есть Это когда Каждый заинтересованный человек Помогает финансово Тому или иному Там фавориту Да Своей группе любимой Выпустить альбом Допустим Снять клип Да Пожертвовать Там просто буквально 10 рублей Там или 100 Или 1000 Ну у кого сколько есть Вот То есть суть в этом И насколько реально ли сейчас Собрать деньги Допустим На тот же самый альбом Я не говорю Что известные группы Они это делают с трудом Я уверен Они это делают Очень даже легко Опа И все И все Насколько это реально Сделать для начинающих групп И стоит ли вообще За это хвататься Потому что многие Начинают с этого Пытаются Нет Это неправильный начало Безусловно Начинающей группе Вообще не стоит В эту сторону смотреть Потому что Очень успешно И безоговорочно Это получается Только у групп Возьмем рок-группу Потому что Это все-таки моя среда В которой я общаюсь Это рок-группы Рок-артисты Первого эшелона А у нас На всю Российскую Федерацию Их всего 8 штук Это кто? Ну 7-8 штук Ну сейчас Ну давай назовем Например Малиса ДДТ Би-2 Сплин Гарик Сукачев Чаев Кого там забыл Ленинград Ну еще какая-нибудь группа Там такая Типа того Может быть там Кипелов Грубо говоря То есть Это вот 8-9 артистов Но они в десятку уложатся Все Это все Вот десятка рок-групп На всю страну Огромную Да 140-миллионную Население А дальше Группы Вот как раз Нашего уровня Это второй эшелон И у нас уже Ну как бы Я бы не сказал Что у нас с этим проблемы Мы тоже собираем Кроуфайдингом Вот по этой системе На планете Да На сайте планеты.ру Собираем деньги На альбом На Пандору Мы собрали вот так же На альбом 13 в 2013 году У нас нет с этим проблем Но конечно Суммы уже не те Мы Ребята Поскромнее Мы летаем пониже Мы знаем свой статус Поэтому пальцы Не выкручиваем Как говорится Нос не задираем И стараемся быть Адекватными И разумными 21 век на дворе Насколько сильно Это повлияло Вы начинали Еще в конце 90-х Понятно В начале В начале В начале 90-х Поправочка Да Тогда что были Бобинные такие Рекодеры Да Записывались В больших Огромных студиях Сейчас что? Сейчас звуковая карта Электрогитара Ноутбук В принципе Пиши альбом Нет Не так? Нет Как у вас это было? Многие артисты Так конечно делают Но я могу тебе сказать Человек Который уважает Свое дело Да Который горит За свое дело Душой и сердцем Он старается В своем деле Стать мастером Да Непревзойденным То есть постоянно Повышать собственную планку Поэтому настоящий музыкант Никогда не позволит Себе выпускать музыку Плохого качества Да Поэтому мы не можем себе позволить Свою музыку писать дома На каких-то там Кое-каких музыкальных картах На компьютерах Каких-то сомнительных гитарах И так далее Мы например Почему мы собирали Достаточно огромную сумму На Пандору Это самый дорогой альбом У нас случился Да Вот в этом году Потому что мы его писали На самой дорогой И крутой И навороченной студии Санкт-Петербурга Да Если мы были там Статусом повыше Да Рок-группы Мы бы поехали писать его Куда-нибудь в Америку Вообще Ну мы прекрасно понимали Что мы-то не осилим Но по крайней мере Мы поняли потолок На который мы можем рассчитывать И мы взяли Самую дорогущую студию Самого высокооплачиваемого Звукорежиссера Потому что мы хотели Сделать все По самым высочайшим стандартам Брали на запись Самые крутые инструменты То есть никогда Не нужно Я бы сказал так Это в любом деле В любом бизнесе Если ты делаешь Что-то по принципу Да и фиг с ним Да и так сойдет То в любом случае Лучше уходи Из этого бизнеса сразу Не мешайся под ногами Потому что просто мусор Который мешает Строить жизнь Другим нормальным Да Другим нормальным парням Которые делают все Вот прямо По совести Как называется Да Из совести исходя Возвращаясь к краудфандингу Есть там такие Плюшки То есть если ты жертвуешь Допустим 100 рублей Ты в будущем получаешь Диск Грубо говоря С автографом Да Например Если ты жертвуешь Там 1000 рублей Диск и футболка Если ты жертвуешь Больше То ты можешь Рассчитывать там На свое имя В кредитах альбома Ну то есть Кто помогал его создавать Либо прийти на тусовку С музыкантами Да У вас такое было? Конечно Я вот Юлю как раз Пока песни играла Юлю рассказывал Ты ничего не слышал Бла-бла-бла-бла Песню слушал А когда мы им сказали Ну берите что нравится Они вообще офигели У них не было такого Что Вот это же они Вот я же их слушаю Конечно Ты не представляешь Это у всех бывает Практически Представляешь Вот иногда Мы прекрасно это понимаем Что для человека Это шок Да То есть он попадает В стрессовую ситуацию Первые пять минут Он забывает Как дышать Потому что он человека Видел только по телеэкрану Знаешь Там 10 лет на него молился И у него плакат Висел над кроватью И вдруг он просто Стоит рядом Знаешь А артист ему говорит Ну что чайку У него отнимается Понимаешь Там вообще речь Просто И понятно Что он сейчас В обморок упадет И почти все так Когда вот близко приходят Такой домашний обстанов Но мы стараемся В ответ им Очень ласково По домашнему Типа Да садитесь спокойно Вон печенюшки Вон сушки Мы там печенье принесли Налили им чаю Садись вот сюда Да садись ты на пол Что ты там этот стул ищешь Вообще Забей на все Вот Хочешь Вот на смотри Вот гитару тебе На вот смотри То есть мы очень все По-доброму стараемся Чтобы их расслабить сразу Хочется еще Послушать одну песню Давай Песня красиво жить Друзья Это не скучный вечер На маяке Пилот Красиво жить В нашем эфире Слушаем Вдумываемся И задумываемся Не переключаемся Маяк Поднимаешься на машук Ночуешь С пищей вечной мерзлоты Летаешь на параплане Стоишь в пробке на юге Сидишь на работе допоздна Пусть с тобой будет он Твой нескучный вечер Вот лежит кругом Етить кромешный Репка, бабка, жучка Да мыша Так получил я сотню лет Комфортного режима Лямка тянется Лямка тянется едва Ты расскажи мне Я в упор не догоняю Как здесь во тьме руками Шаря жить Где-то звезда И где тот мир Где жили мы иначе И как придурков отмолить Амударья дан гора Амур-обь-да-юртыш Ты же душой Легко в тайге бескрайней Летит, как птица, песня За кордон задоленей Красиво жить не запретишь Летит, как птица, песня За кордон задоленей Красиво жить не запретишь Не жди ответа Быстрого молитвам Где черепаха Бога Почтали он Но мы и так без еребень Что хочешь починяем С размаху Разводным ключом Без суеты Мы сядем на лошадку Конь ДГДМский Винка в сапоге В снежки играя Карма Балыш не бедляет И снятся крылья Детворе Амударья Да на горах Амур-обь-да-юртыш Ты же душой Легко в тайге бескрайней Летит, как птица, песня За кордон задоленей Красиво жить не запретишь Летит, как птица, песня За кордон задоленей Красиво жить не запретишь Что с него взять Коль к Богу не в доверии Без бороды И уважения нет Вот у бесьян Произошел По крови Одно слово Да акэм Как аргумент Вот весь наш род Орда Степей и леса Злавянских рун Да берез Группа пилот на маяке Поет про шаурму Шайтан Шашлык И про то, что красиво жить не запретишь Это ужин-то давно прошел И кушать-то хочется Это нескучный вечер на маяке Илья Кнабенгов снова с нами Привет тебе еще раз Ку, дорогие товарищи Ку Это что? Что? Ку А, ку 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 Кадым кумикуми Я понял Все сегодня разговариваем на заморских вот этих всех ваших Друзья Вот сразу видно детей нет Смотри Вот я ему кадым кумикуми Он даже не отозвался Кумикуми Он не знает, что это такое У детей пока нет Пока нет Ну и сразу Я же понимаю Я так проверяю сразу людей Все родители знают это Прямо как мантру Раз уж заговорили про детей Хочется поговорить немного И конечно же О том, где группа сейчас Чем она сейчас занимается Чем живет Что делает Клипы снимает Альбом новый планирует Что, где, когда Слушай, ребята же Я оставил в Питере работать сейчас Да Я вот поехал в такой мини-тур Квартирников Да По стране Как раз под эгидой того Что мы выпустили В конце апреля По-моему Там вот этот фильм Документальный фильм Под названием Квартирник Повесили его в интернете Там его сейчас Телеканалы крутят Вот И вот под это Все В его, так сказать Поддержку Поехал вот с таким Монитуром квартирников Один с гитарой По городам Соответственно Группа пока готовится К летним фестивалям И у нас два крупных концерта Столичных Будет в Питере, Москве В конце июня Там У нас концерты по заявкам Это такая редкая Если вообще Честно говоря Мы никогда этого не делали Особо И это требует Очень сложной подготовки То есть мы вынимаем Какие-то песни Там За все 20 лет То есть это поклонники Честно Все голосование В интернете Решают Какие песни Они хотят слышать На концерте Вот Вот сейчас Честным голосованием Мы составили трек-лист И выяснилось Что из этого трек-листа 14 песен Музыканта Вот Которые сейчас Со мной играют В группе Они этих 14 песен В глаза не видели Вот И они поэтому Взяли В ужас пришли Взялись вот за голову И у них достаточно Мало времени Честно говоря На качественную подготовку Этого всего Потому что у нас И сэмплы используются В песнях Да Сэмплерная техника Клавиши Там У нас очень сложная Все там Музыка Это не просто Там козой по гитаре Елозить Знаешь Там как некоторые У нас очень симфоничная Сложная музыка Да Поэтому Это надо подготовиться Сложно И надеюсь Что они успеют Все В планах что? Новый альбом? Ну пока Слушай Мы только выпустили Пандору Слава Богу Только что Поэтому Ну есть материал На новый альбом Да Это все То есть Ну потихоньку Видишь Мы же не принадлежим никому Ни лейблом Никаким И так далее И не Да Слава Богу Что у нас Директор Как говорится Над нами не давлеет Вот Мы можем В свободном полете Делать что хотим И в любые сроки В общем Да Поэтому мы Потихонечку Начинаем работать Над новыми песнями Я сейчас их там Подделываю сам один Потом записываю Показываю ребятам Они что То есть это так Все творческий процесс Такой знаешь Без напряга Мы стараемся друг друга Не напрягать За эфиром Юля рассказывал То что сняли клип Что ж ты подслушиваешь А ты мой хороший А все работает Микрофон то А смотри Да 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 Все так Когда мы спрашивали Хитро смотрит в угол И улыбается А все слушает Молодец Молодец Разведшкола Слушай да Мы сняли За всю свою историю 20 клипов Причем 5 из них Мы сняли На альбом Пандора На последний И сняли Еще до выхода Пластинки В какой то момент Мы просто поняли Что телеканалы Перестали крутить В стране Рок музыку И мы открыто Объявили На всех Пресс конференциях По всей стране И в радиоэфирах Что мы Больше не будем Тратить свои финансовые Средства На съемку клипов Потому что Нафига их снимать Чтобы там маме показать Потому что рок культура На экране умерла В общем практически Благодаря засилю Вот этих вот Девочек На шести Всевездесущих Не только Не только да Вот Поэтому мы объявили Просто такую вещь Что типа Ребята Кто умеет снимать видео И кто хочет Снять клип На нашу песню Вперед В гости к нам Мы отдаем свое творчество Как говорится Для вашего творчества Вот И ты не представляешь К нам в очередь Стали люди В очередь То есть вы еще Какой-то кастинг проводили Ну не то что кастинг Просто нам встали Реально в очередь Люди и ждали Когда мы запишем песню Понимаешь Альбом был еще Вообще только там Дай бог там Через год бы вышел Вот И они уже такие Ну все Все там Давайте нам песню первую Нам вторую Все Реально в очередь Стали ждали В итоге вот сняли Пять клипов На песни с Пандоры И мы за один клип Заплатили 10 тысяч рублей Какие смешные Да 10 тысяч рублей Мы взяли в аренду Какой-то очень дорогой Фотоаппарат Который нам нужен был Для уличных съемок Это был клип дожди Как раз на песню Которая была В фильме только что недавно А второй За второй клип За песню Выжившие Мы заплатили 13 тысяч рублей Мы купили старый Подержанный Форд машину Которая там В клипе ездит Мы ее разбиваем Потихоньку И в конце концов В Карелии Сбрасываем с моста Вот У нас там 12 тысяч рублей За машину Да Она еще сама ездила В клипе Свой последний путь Поехала в клипе И сбросилась Из моста сбросилась Да Красиво очень Это вот весь наш бюджет Пяти клипов 23 тысячи рублей Это пункт Можно сказать практически Ну как бы Да это громко Не звучало Какая-то революция есть Присутствует Такой момент Просто присутствуют В стране люди Которые хотят Делать творчество Которым наплевать На выгоду Слава тебе Господи Я не говорю о том Что выгода это плохо Наоборот Мы группой пилот Всегда стараемся Чтобы людям Было выгодно С нами работать Чтобы они на нас Зарабатывали Потому что это правильно Это правильные Ну отношения Да в бизнесе В деле В любом деле Я всегда говорю Что дело не должно Быть Вот Ну просто Мы за идею Я говорю Это плохо Идея это хорошо Но она должна Все равно приносить деньги Если ты взрослый человек Ну ты же состоятельный Взрослый человек Ответственный Поэтому мы стараемся Делать так Чтобы людям Было выгодно С нами работать Но есть люди Которые просто Помогают группе Им нравится творчество Они там Кто-то вырос на наших песнях Извините Уж мне прям борода сидеет Кому-то там Наше творчество Помогло в жизни И так далее И они вот уже Сейчас тоже Стали серьезными Взрослыми людьми И говорят Что давайте Вот я вам Отплачу Как говорится За свою состоявшуюся жизнь Вот Вот таким вот вещами Какими-нибудь Хочется совет Молодым музыкантам Которые сейчас Слушают этот эфир Услышат его еще Потом в записи Совет Какой-то И может быть Универсальный какой-то Что им нужно сделать Чтобы ну Как минимум До твоего уровня дойти Цель поставить настоящую Цель определяет все Знаешь Мой учитель Духовный Да 20 лет назад Сказал Притрясающую формулу Он сказал Человек может Пройти через все Выдержать все И стерпеть все Было бы ради чего Вот если у тебя Ты поставил Истинную цель В своей жизни Ты все Переживешь в своей жизни Все пробьешь И все стерпишь И пойдешь на любые Жертвы ради ее достижения Просто цель Должна быть правильной Поэтому Когда я и говорю Настоящий артист Настоящий Которого я уважаю Выходит на сцену Чтобы изменить мир Если у тебя Стоит другая цель Выброси свою гитару Иди торговать нефтью Автомобилями Не мешайся под ногами Друзья Ставьте перед собой Цель Совет от Ильи Кобингофа Наш сегодняшний гость Группа Пилот Да пребудет с вами сила Да пребудет с вами сила Друзья Это нескучный вечер На маяке Уходим в выходные Юля Содикова Максим Мамедов Пока-пока Увидимся Услышимся в понедельник Пока-пока-пока Пока-пока Маяк Нескучный вечер Музыкальный Субтитры подогнал «Симон» Музыкальный